Продолжение следует... 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 которые требуются от бизнес-юнитов. Здесь как раз появляется решение Mindix, которое говорит о том, что мы можем компенсировать вот этот вот зазор недостатка ресурсов IT-подразделения. При этом, если посмотреть сегодняшнюю ситуацию с разработки приложений или каких-то IT-решений, то есть, опять же, сухие цифры статистики говорят о том, что 70% цифровых проектов не оправдывают ожиданий. То есть, они как бы начинаются, вводятся в эксплуатацию и потом понимают, что они не так релевантны, как изначально было задумано. При этом тоже очень интересно, что порядка, наверное, 60% которые проекты начинаются цифровые, то есть, начинают переделывать и модернизировать как-то в момент тестирования. При этом 75%, что тоже интересно, проблематика заключается в том, что отсутствует коммуникация между бизнесом и IT. Я здесь провел такую интересную картинку из интернета, которая как раз показывает, как зачастую это действительно бывает. Я думаю, не только в сфере разработки, но и в любом другом сервисе, где есть заказчик, архитекторы и исполнители. Вопрос, как поставить ТЗ, то, что хотел заказчик, и то, что получилось в итоге. Это основная проблематика о том, что бизнес-заказчик и исполнитель-программист говорят на разных языках и видят разные картинки. Конечно же, пытаются это нивелировать с помощью более детального технического задания, технических требований, но факты говорят сами за себя, и при этом эта тенденция сохраняется по всему миру. При этом, опять же, из-за того, что отсутствует общее понимание этой картины, что нужно и что сделано, более 30% проектов уходит на закрытие. При этом найти профессиональных разработчиков, которые бы понимали бизнес-задачи и могли бы это нормально руководить этим процессом, довольно-таки тяжело. И при этом сейчас безработица, если мы говорим про IT-сектор во всем мире, она довольно-таки небольшая для профессиональных разработчиков, поэтому найти грамотных специалистов очень тяжело. И если возвращаться к теме Мендикса, что же это такое и зачем это нужно, то есть если посмотреть на Гартнер, мы представлены в двух категориях. Это корпоративные платформы, приложения Slow Code, наряду с такими системами, как OutSystem, Microsoft, Salesforce и многие другие. То есть мы находимся в лидерах. И вторая, скажем так, апостасия нашей платформы, это мультифункциональные платформы разработки, то есть коллаборативные платформы, где мы тоже находимся в лидерах. При этом исторически на базе Мендикса уже разработано довольно-таки много приложений, больше 200 тысяч приложений. То есть Мендикс вышел на серьезный рынок в 2013 году, довольно-таки зрелое уже решение, уже 7 лет на рынке. И комьюнити составляет больше, порядка 90 тысяч, я думаю, на сегодняшний день уже больше 100 тысяч. То есть данные на 2019 год, и оно постоянно растет. То есть комьюнити разработчиков, которые сидят на GitHub и на других известных ресурсах. При этом, если возвращаясь, где же лежит основная задача Мендикса? То есть при этом мы позиционируем, что перед всеми компаниями, которые так или иначе занимаются разработкой, можно разделить на три различных уровня решений. То есть когда есть необходимость построить некую инновационную систему, где у нас с вами еще требования не определены, но мы понимаем, что эта система нам нужна, например, для новой модели бизнеса какой-то, да, или новый продукт мы с вами запускаем. При этом должна быть возможность делать быстрые изменения, да, вот этот VGL-подход, который сейчас популярен. Другой вариант – это коллаборативная платформа. Когда у нас с вами много различных легоси-систем, да, унаследованных систем, то есть большое количество, и нам необходимо сделать коллаборативную платформу, которая бы собирала различную информацию с разных систем и уже дальше строить какую-то бизнес-логику. И готовые системы уровня, там, CRM или ERP, например. Да, и появляется законный вопрос, что нужно делать самим, а что покупать готовые. Да, то есть здесь понятно, что есть два основных пути решения для компаний, в том числе и для банков, у кого развитая система IT, система разработчиков, да, то есть они могут это делать, в принципе, самостоятельно, вот, или отдавать на аутсорс, да, сторонним компаниям, партнерам, вот. Но при этом наша позиция заключается в том, что если мы говорим о конкретной задаче, например, уровне ERP-системы или CRM-системы, да, то здесь лучше купить, скажем так, готовую систему у вендора и производить ее внедрение. Ну, сейчас тенденция в мире разработки говорит о том, что существует некая потребность создания вот этих эко-платформ, о которых мы сегодня уже, я слышал, коллеги говорили, да, инновационных каких-то платформ. И вот здесь как раз вот и лежит основная идея Мендикса, применимость его, да. И мы выделяем, наверное, три основных подхода, я думаю, всем известных, это решения, которые готовы к использованию, да, при разработке, то есть, по сути, это некий конструктор, это модульное повторное использование, да, то есть, когда пишутся готовые модули и могут их использовать в различных частях, там, разработки приложений. Ну и классический подход индивидуальной разработки, да, то есть классика, там, на Java, Python или еще на чем-то, да, когда сидит отдел разработчиков и ходит конкретное решение, да, то есть, исходя из вот три, наверное, основных таких подхода, если общими мазками их обозначить. При этом концепция разработки Мендикс заключается в том, что мы расширяем ответственность разработки, да, от профессиональных разработчиков и соединяем их в единую команду с непрофессиональными разработчиками, да, то есть мы выделяем, наверное, четыре типа основных, да, то есть профессиональный разработчик, как я говорил о том, что low-code, no-code, это не о том, что мы уходим от разработчиков профессионалов, да, то есть они должны быть всегда, да, но при этом мы даем им инструмент, который позволяет снять какую-то часть нагрузки, да, путем подключения в команду разработки бизнес-инженеров, бизнес-аналитиков, непрофессиональных разработчиков, как мы их называем, citizen-developer. При этом Мендикс позволяет работать в команде, да, всем вот этим типам разработчиков одновременно, да, есть инструменты для no-code, low-code и классического кодинга. Я дальше покажу, как это немножко выглядит, вот, и что под этим подразумевается. При этом мы прекрасно понимаем, что нельзя сказать, что вот человеку дадим инструмент no-code, low-code и что любой может здесь заниматься сразу же разработкой. Мы говорим о том, что все равно есть определенные требования к людям, которые потенциально могут участвовать в общем проекте разработки тех или иных решений, да, и при этом мы предоставляем там вот бесплатное обучение, потому что человек, который будет участвовать в проекте, в любом случае должен понимать постановку задачи, да, некую алгоритмику, вот, чтобы работать с профессиональными разработчиками. Но при этом он может выполнять задачи концептуальные, да, там, не знаю, для дизайна что-то сделать или еще что-то, да, много различных вариаций. При этом применение, да, если опускаться немножко ниже, да, мы говорили об эмоциональных платформах, коллаборативных платформах и готовых, да, то есть в основном Миндекс, вот опять же, опираясь на опыт применения у наших заказчиков, да, то есть это BPM, организация бизнес-процесс менеджмента, да, то есть это совокупность решений, которые включают в себя это HR, ERP, управление сервисом или CRM, это уровень BI-систем, да, организация бизнес-процессов, замена Excel, там, мобильные приложения, какие-то порталы, верхнеуровневая интеграционная система, ну, и понятно, что когда Siemens приобрел эту компанию, да, оставляет свой след, в частности, разработки инженерных приложений, да, то есть у нас есть тоже и такие решения. То есть вот три основных, наверное, уровня применения, как это можно использовать. При этом лицензионная даже политика подразумевает то, что использование вот этой вот общей платформы разработки приложений подразумевает работу не только с внутренними вашими сотрудниками, да, но и работу с внешними, да, то есть поставщиками, там, заказчиками, например, клиентами вашими. Вот, при этом как раз получается некая такая коллаборация. Исторически так сложилось, что одной из первых таких серьезных систем у Миндикса, получается, есть готовые коннекторы out of the box, так называемые, саб-системам, различным решением саба, да. Изначально, когда Миндикс начал развиваться, да, то есть это была первая такая крупная система вендора, которому были написаны все эти коннекторы. И наш опыт даже показывает, мы уже заказчикам в России показывали, как быстро можно получить данные, там, из саб-системы и получить их в конечном приложении на Миндиксе, да, то есть это вот наш технический специалист показывал, заняло порядка, наверное, там, ну, 10, может быть, в пределах 15 минут, да, получить сухие данные и уже их отправить в приложение, да, то есть это очень важная составляющая интеграционные вещи. При этом low-code разработка, да, позволяет, вот, опять же, опираясь на нашем опыте, разрабатывать по принципу agile, да, и в 10 раз сокращать время вот этой вот разработки, да, при этом тратить 70% ресурсов меньше. Касательно мультиплатформенности, конечно, да, это и планшеты, это и мобильные какие-то устройства, смартфоны, это и компьютеры, да, то есть разрабатывая единожды приложение, оно может разворачиваться на любом устройстве под операционную систему Android, там, iOS, Linux, там, и Windows. Касательно интеграционных данных, да, то есть это одна из фишек тоже Миндикса, что очень много бесплатных коннекторов, которые вы можете бесплатно использовать в своих проектах, вот, то есть подключая различные legacy-системы. Касательно безопасности и инфраструктуры разворачивания, да, то есть изначально Миндикс базируется на Amazon Web Services, да, то есть облачные технологии, вот, но при этом есть возможность использовать локального разворачивания на архитектуре заказчиков, да, то есть полностью он-премис. Вот это тоже очень важно и, мне кажется, релевантно для России и, в принципе, для заказчиков других регионов, да, где Миндикс используется он-премис, но при этом у нас есть и полностью облачное решение, и гибридное облако использования, и локального полного размещения. Очень тоже важный фактор, на который я обычно акцентирую внимание, это разработка приложений для мобильных устройств, да, то есть у нас используется концепция нативные мобильные приложения, да, то есть, по сути, которые позволяют взаимодействовать с аппаратными устройствами, где оно развернуто, да, то есть использовать там камеры, GPS-приемники, биометрические датчики, к примеру, для, там, аунтификации пользователя, да, там, еще что-то, отслеживание его позиций, чтобы показать, где ближе находится, например, тот же банкомат, там, или офис заказчиков, вот. При этом еще ключевой особенностью использования именно нативной концепции заключается в том, что приложение может работать оффлайн, да, потому что здесь логика приложения скомпилированного находится непосредственно в самом приложении, да, в отличие, там, от других решений, которые работают по принципу клиент-сервер, да, когда, по сути, вы через интерфейс просто даете какое-то задание, и вся логика крутится на сервисе, да, на сервере, и в случае потери связи, да, то есть приложение полностью становится нерабочим. В случае нативных приложений такое не будет, да, то есть оно работает оффлайн, кэширует данные, после этого уже синхронизируется с сервисом. Касательно клиентской базы по миру нашего, да, вы можете здесь увидеть и финансовые серверсы, различные банки, строковые компании, ритейл, производство и бизнес, да, и много-многое другое. Вот я немножко укрепненно хотел бы здесь показать, да, то есть здесь и банковская отрасль, и BGC-банк, да, мы более подробно там посмотрим в конце вот моей презентации. Страховые компании, которые используют Миндикс для разработки приложений, именно работы с заказчиками. Из ритейла клиенты таких мировых брендов, как New Balance, Primark, Walmart, да, и многие другие. И если посмотреть, как, для чего применяют наши клиенты непосредственно платформу Миндикс, да, то есть, наверное, четыре основных аспекта. Это быстрый запуск новых продуктов и бизнес-средей, как я говорил, да, то есть здесь подходит agile модель, цифровое взаимодействие с клиентами, там опросы или еще что-то, да, через приложение мобильное, повышение эффективности работы здесь классический BPM-подход, ну и модернизация основных систем, да, legacy-систем, скажем так, когда понимают, что их уже недостаточно, и нужно принять решение, или мы покупаем готовое новое решение, или же мы сами адаптируем это решение, которое у нас есть, как раз с помощью Миндикса. И если продолжить этот же разговор, да, приземляя его на конкретику более-менее, да, то есть повышение эффективности работы за счет управления там качеством, приложением различных для департамента, автоматизация бизнес-процессов, да, миграция там с модернизацией типа Lotus Notes, там замена Excel, вот, и многие-многие другие вещи, приложение для взаимодействия с клиентами, это B2B-порталы, B2C-порталы, да, и, соответственно, что здесь параллель идет и мобильные приложения, да, и порталы, как я говорил, что это все в одном, ну и инновационные приложения, да, типа IoT, искусственного интеллекта, машина лернинга, да, то есть тут различные возможности, зависящие от полета фантазии и потребностей бизнеса. По сути, как выглядит low-code, no-code, да, то есть здесь подразумевается, что логика приложения строится из кубиков, да, квадратиков, треугольничков, да, когда человек понимает процесс, который он хочет сделать некий алгоритм, набирает это из уже готовой библиотеки, составляет приложение, делает некий макет страницы из шаблона, например, если шаблона недостаточно, он может сделать собственный шаблон, да, или здесь вот как раз вот используются профессиональные разработчики, которые могут разработать полностью свою архитектуру, да, вот этого шаблона, макета, вот, который будет в корпоративном стиле, там, например, или, там, корпоративными какими-то решениями использоваться, и в конце уже получается некое приложение. При этом мы понимаем, что мы говорим в основном сейчас о инструменте именно разработки, но при этом Mindex и включает другие аспекты, да, то есть это и управление разработкой, это уровень тестирования, да, в принципе, мы используем open-source решения, да, у нас есть открытый IP, потому что я думаю, что у большинства заказчиков так или иначе есть некое решение для тестировки программного обеспечения, которое можно прикрутить через открытый IP к Mindex, то есть различные варианты развертывания, да, то есть, как я говорил, там, Amazon Web Services, Cloud Foundry, да, и многие другие, и еще инструменты отслеживания использования этих приложений, да, то есть качество во время эксплуатации, вот, это тоже различные инструменты есть, и тем самым мы говорим не только о возможностях разработки, да, мы говорим о целой возможности построения экосистемы, да, когда у нас есть инструменты различные для разработки приложений через, там, браузер, low-code, no-code, есть профессиональный инструмент для разработки, там, профессиональными разработчиками, есть community, есть marketplace, да, и много-много чего, вот, при этом очень много готовых коннекторов, о которых я говорил. К сожалению, время ограничено, поэтому я не могу углубляться в какие-то детали, да, то есть, если будет интересно посмотреть, вы можете там зайти на сайт или ко мне обратиться, я вам об этом расскажу. Вот. Последнее, наверное, о чем, перед тем, как я хотел показать несколько наших референций, хотел остановиться, да, это непосредственно магазин компонентов, да, или он же marketplace, да, где есть уже готовые вот эти модули, которые можно интегрировать в ваш проект, они там 99% бесплатные, импорты там с Excel, например, там, да, загрузка там в какую-то базу данных, да, то есть много чего. При этом вся открытая документация находится в свободном доступе, да, то есть мы ничего не скрываем, форумы, комьюнити, все-все в свободном доступе. Еще, что хотел бы сказать, что, в принципе, лицензионная политика Миндикса заключается в том, что любой желающий может его скачать, начать разрабатывать, начать тестировать, и вопрос там про деньги, как обычно он всегда возникает, находится только на этапе ввода в эксплуатацию, да, когда мы уже понимаем, что вы что-то попробовали, поняли, что для вас это релевантно, да, и можете, там, аргументировать перед руководством, что вам это нужно. Это как раз вот такая вот модель Миндикса, да, то есть для всех желающих можно прямо сейчас пройти, зарегистрироваться и посмотреть, как это работает. Казательно наших референций, да, то есть, например, Робу Банк, да, то есть построил некий банковский портал, как раз для почти полмиллиона клиентов, да, то есть архитектура Миндикса довольно-таки гибкая и масштабируемая, как горизонтально, так и вертикально, которая позволяет как раз вот строить такие вот вещи. BDC банка, который я уже упоминал, да, то есть здесь у них такая была интересная история, что они много-много вкладывали в проект и много денег вложили, вот, и он в итоге не был результативен, перешли они на Миндикс и за 8 месяцев добились того результата, которого хотели изначально. Ну, страховая компания, которая использует там Миндикс, тоже уже построила более 10 приложений, да, то есть как раз для работы и взаимодействия с клиентами, автоматизации бизнес-процессов страхования, то есть там интересный кейс был, когда по фотографии он оценивает там риски и дает какой-то процент для страхования, да, то есть есть такое, это уже больше из промышленного сектора, ConocoPhillips, компания, которая входит в Fortune 500, вот, довольно-таки крупная, она тоже перешла на Миндикс, вот, причем с точки зрения именно корпоративной платформы. Ну, в разных постасях можно его использовать, да, разные индустрии, от городских, скажем так, индустрий, управления городом, взаимодействия с жителями, банковский сектор, как говорил, ритейл, много различных вариантов использования. При этом я, наверное, хотел бы закончить, если будут какие-то вопросы, я готов на них ответить, вот, и если у вас появился какой-то интерес, вы можете прямо сейчас зайти на сайт Миндикс и посмотреть, что это, с чем едят, и больше от вас ничего, в принципе, не требуется. Там сайт довольно-таки информативный. Коллеги, спасибо, если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Продолжение следует... Продолжение следует...